В прямом эфире программа «Четверть часа» в студии Тимофей Обухов. Здравствуйте! Завтра в Москве состоится торжественная церемония вручения премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова. В этом году будут отмечены достижения ученых в области естественных наук, а в минувшем году макаревские премии вручались за выдающиеся труды по гуманитарным дисциплинам. У этой премии глубокие исторические корни, берущие начало в XIX веке. 35-летнюю традицию вручения награды высоко ценимой научным сообществом, церковью и государством прервал Октябрьский переворот 1917 года. В новейшей истории инициатором восстановления макаревских премий стал приз напоминаемый патриарх Алексий II. Предлагаем вашему вниманию фрагмент архивной видеозаписи с церемонии вручения премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова в год десятилетия возрожденной традиции 2005-й. Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемый Юрий Михайлович, уважаемые присутствующие на этом божественном собрании, за 10 лет, которые прошли с момента учреждения премии митрополита Макария, многое изменилось в нашей жизни. И все мы осознали, что мы не по разную сторону баррикад, но что у нас одна история, одно Отечество и одно будущее, которое мы вместе должны созидать. Я вот вспоминаю 1986 год, когда я был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским. И в первые недели своего пребывания я сказал, а у нас тогда контакты были только через Уполномоченного Совета по делам религии, я сказал, что я хотел бы нанести визит вежливости председателю Ленинградского Совета. И мне было сказано, этого в Ленинграде никогда не было и быть не может. Потом, через год уже произошли встречи, но я хотел бы сказать и поблагодарить Юрия Михайловича, с которым у нас установилось взаимопонимание. И вот 10 лет тому назад вместе с Юрием Сергеевичем, Юрием Михайловичем, мы были единодушны в том, что надо возрождать эту премию имени митрополита Макария Пугакова, которая давала оценку историческим трудам, которые созидались в России. И сейчас, когда прошло 10 лет после учреждения этой премии, я думаю, то, что увеличивается количество представленных работ на соискание премии, что расширяется география участников, которые подают свои работы, представляют их. И это все оправдывает наше решение, которое мы приняли 10 лет назад. Я хотел бы сердечно поблагодарить Юрия Сергеевича и Юрия Михайловича за то, что всегда в течение этих 10 лет, каждые 2 года, мы вместе вручаем эти премии и оцениваем те работы, которые представлены. Я хочу сердечно поблагодарить руководителя экспортного совета Сергея Павловича, который вместе с другими учеными дает оценку к работе. Эта работа все более и более расширяется. И Сергей Павлович просил освободить его от этой работы в будущем, но я просил его на последнем нашем заседании, и, имея уже огромный опыт работы, продолжить свои труды, чтобы возглавлять и дальше экспортистами. Я благодарю владыку архиепископа Викентия, который пославил фонд и изыскивает средства на то, чтобы обеспечить те премии финансовым обеспечением, потому что не только дипломы выдаются, но и финансовое обеспечение. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал, принимает участие и работает ради укрепления премии имени митрополита Макария Бога. Я хочу поблагодарить всех вас за ваше участие, за ваш интерес. Я хочу поблагодарить Сергея Леонидовича Хромца, который помог инициировал идею возрождения премии. Я думаю, мы не ошиблись тогда, 10 лет тому назад, приняв это решение и с каждым разом, каждые два года расширяется количество работ и их научная ценность, которые предстатаются на соискании премии. Спасибо всем вам и вступая во второе десятилетие бытия премии, будем надеяться, что она будет и дальше укрепляться в сознании нашего народа, все больше и больше будет поступать работ, которые будут отвечать всем задачам, которые ставил высокопреосвященнейший митрополит Макария. Спасибо. Завтра на нашем канале запланирована прямая трансляция церемонии вручения премий памяти митрополита московского и коломенского Макария Булгакова. Ожидается, что откроет ее премьера документального фильма Светланы Ладиной «Краткая версия». Расширенное повествование об истории учреждения макаревских премий, их значения для России и лауреатах, о личности и деяниях митрополита Макария Булгакова также можно будет увидеть в нашем эфире и на интернет-ресурсах православного телеканала «Союз». Ну, а сейчас несколько слов о том, кто же такой митрополит московский и коломенский Макарий Булгаков и почему его называют человеком, опередившим Нобеля. Выдающийся иерарх русской православной церкви, историк, богослов, крупный общественный деятель своего времени, действительный член Российской Императорской Академии Наук. Гонорары за свои труды митрополит Макарий собирал по обету данному им Богу для того, чтобы поддерживать видных и начинающих ученых. Согласно прошению митрополита Макария, после его кончины в 1882 году на оставленные им денежные средства были учреждены ежегодные премии для поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных знаний. Главное положение для присуждения Макаревских премий утвердил император Александр II. В этом году исполняется 140 лет со времени первого вручения Макаревской премии, а будущий год станет годом 30-летия возрождения традиции. Друзья, сегодня хотелось бы напомнить еще об одной важной дате. 30 октября отмечается в нашей стране особо, как день памяти жертв политических репрессий. В 2021 году на заседании Священного Синода было принято решение 30 октября совершать заупокойное богослужение обо всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении. Восстановление памяти в свете истины это тоже форма борьбы со злом, а молитва обращенная к Богу незримо соединяет нас с теми, о ком мы молимся. во блаженном успении вечный покой подач Господи усопшим рабом Твоим в одни лихолетия безвина убиенным страдания и стязания претерпевшим в изгнании и заключении горькую смерть приемшим их же имена ты сам Господи веси и сотвори им вечную память. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова